Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы знаете, некоторое время назад правительство Российской Федерации придумало некий налоговый маневр для IT-компаний, суть которого заключается в том, что начиная с 2021 года бессрочно снижается ставка страховых износов компаний до 7,6% с текущих 14%, а ставка налога на прибыль снижается до 3% с текущих 20%. При этом нужно понимать, что с 1 января 2021 года все операции по продаже программного обеспечения при заключаемых лицензионных договорах будут подлежать налогообложению налогом на добавленную стоимость в размере 20%. По сути, это означает, что с 1 января 2021 года все иностранное ПО будет увеличено в стоимости на 20%. Почему я говорю о том, что именно иностранное ПО будет увеличено в стоимости? Дело в том, что редакция нового закона под пунктом 26 пункта 2 ст. 149 Налогового кодекса говорит о том, что все операции по заключению лицензионных договоров на программное обеспечение базы данных будут подлежать налогообложению на добавленную стоимость за исключением того программного обеспечения, которое находится в реестре отечественного ПО. Список этого программного обеспечения можно найти на сайте Минцифры. Что это означает для конечного пользователя? Помимо того, что стоимость ПО будет увеличена на 20% с января 2021 года. Это означает, что нужно иметь одну очень важную в виду, очень важную деталь. Сделки, которые заключены до 31 декабря 2020 года по продаже программного обеспечения, не будут подлежать налогообложению налогом на добавленную стоимость в 2021 году. Просто лишь потому, что закон обратной силы не имеет и общая часть налогового кодекса говорит о том, что сделки, заключенные до 2020 года, соответственно, не будут подлежать налогообложению НДС. При этом очень важно иметь в виду срок начала жизни хозяйственной операции, который начинается в тот момент, когда вы получаете программное обеспечение, когда вы подписываете так называемые закрывающие документы, акты приема и передачи по приему этого программного обеспечения. Если вы до 31 декабря 2020 года получили программное обеспечение от продавца, но при этом оплатили, например, в 2021 году или собираетесь оплатить в 2021 году, это означает, что такие операции не будут подлежать налогам на добавленную стоимость. Это означает, что вы сможете приобрести программное обеспечение по так называемым старым ценам. Еще раз обращу внимание, важна дата отгрузки, когда вы получаете программное обеспечение. И вы его должны получить, если не хотите увеличенной стоимости, вы должны его получить до 31 декабря 2020 года. Какие есть дополнительные инструменты для того, чтобы обезопасить себя от повышенной стоимости? Компания Softline предлагает два таких инструмента основных. Первый инструмент это Softline Finance. Мы готовы предоставлять некоторым нашим заказчикам рассрочку на приобретение программного обеспечения. И второй инструмент это Digital IT Optimization, услуга, которая позволяет провести анализ используемого программного обеспечения, которая позволяет дать рекомендации относительно того, какое программное обеспечение нужно сейчас, какое программное обеспечение потребуется в будущем году, какое программное обеспечение мы можем перевести на использование в облаках, с использованием облачных технологий. И это позволит сделать вам быстрый, обоснованный и независимый вывод о том, нужно ли сейчас побеспокоиться о том, чтобы приобрести как можно быстрее программное обеспечение по так называемым старым ценам, или можно отложить покупку до 2021 года, но с уже увеличенной стоимостью. Все это будет зависеть от многих факторов, используете либо облака, либо вы используете он примес лицензии и так далее. Все информации обо всех этих инструментах есть у аккаунт-менеджеров, которые непосредственно работают с вашими компаниями. Соответственно, вы можете использовать эту информацию для того, чтобы принять все необходимые и правильные и объективные решения. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok